А сейчас мы переходим к следующей теме. Итак, российские самолеты продолжают наносить относительно большое количество авиаударов, наносить то самое количество ударов по Украине, несмотря на то, что воздушные силы Украины, вооруженных сил Украины массово сбивают бомбардировщики. В течение последних недель, вы помните, как блестяще отработали вооруженные силы нашей страны, 13 самолетов за 13 дней. И сейчас вот данную тему, данную информацию мы обсудим с Валерием Рябых, директором по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс» «Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины». Валерий, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать. Здравствуйте, взаимно. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы правильно понимаем, что российское командование решило, что положительные, как они думают, эффекты таких воздушных операций превышают расходы, связанные с выполнением таких миссий. Ну, грубо говоря, потери самолетов не страшны. В Кремле думают, что эффективность от применения авиации оправдает все. Ну, когда вы в качестве картинки для обеспечения перевыборов Путина используете подобные эффекты, то цена не имеет значения. И здесь, конечно же, делается все для того, чтобы показать, что российские войска наступают. И нужно отметить, что если раньше речь шла о том, что мясные штурмы идут, ну, те же мобилизированные, и пехота, попросту говоря, то сейчас можно говорить, что в эти же местные штурмы бросаются, ну, и элита любых вооруженных сил, и вооруженных сил захватчиков также, это летчики. И такое впечатление, что, ну, у них грош не ставится ни жизни этих летчиков, ни ресурсы, которые потрачены на их обучение. Ну, не говоря уже о тех же дорогостоящих летательных аппаратах, которые, в принципе, видимо, в так называемых военно-космических силах Российской Федерации приняли решение уничтожить определенное количество, лишь для того, чтобы обеспечить вот эту предвыборную картинку и какие-то вот подобные достижения. И нужно отметить, что, конечно же, только благодаря вот такому массированному и, можно сказать, суицидальному применению авиации и было достигнут вот одно из главных вот таких достижений российских оккупационных войск, это так называемое взятие Авдеевки, где, по большому счету, вот основная задача решалась как раз за счет продолжения вот той же тактики, которая ранее использовалась артиллеристами огневых валов, то сейчас вот эти огневые валы обеспечивались именно бомбардировщиками с использованием так называемых УМПК, универсальных комплектов планирования и коррекции. Так что, на самом деле, вот подобный результат, который показали вооруженные силы Украины, в частности, воздушные силы Украины, по уничтожению летательных аппаратов-агрессоров в количестве 15 единиц за две недели, включая два истребителя Су-35, ну и 12 вот этих истребителей-бомбардировщиков Су-34, ну и, конечно же, как вишенка на торке, это летак дальнего радиолокационного обеспечения, а 50, ну вот этот результат не мог бы быть достигнут без упорства и командования вот этих так называемых военно-космических сил, ну, конечно же, и при участии того же Генерального штаба вооруженных сил страны-оккупантов в упорстве использования этих летательных аппаратов для, как я угодно говорю, уже обеспечения, прежде всего, предвыборной картинки на перевыборах Путина. Валерий, 5 марта Нью-Йорк Таймс опубликовала статью, в которой, в частности, сообщила следующее. Российская тактика меняется в сторону интенсификации операций в воздушном пространстве и что более агрессивная воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам в последнее время продвинуться вперед в восточной части Украины. Опять же, Авдеевка и далее эти события, свидетелями которых мы сейчас являемся в этом регионе. Скажите, пожалуйста, а с учетом того, насколько эффективно сейчас работает противовоздушная оборона Украины, в частности, касательно сбития тех самых сушек и не только, как долго может продолжаться или Россия может продолжать применять именно такую тактику? Ну, тут нужно отметить, что вот как раз оккупанты воспользовались окном возможностей для себя на фоне определенных проблем с обеспечением помощи от наших партнеров, прежде всего, конечно, теми политическими процессами, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. И, конечно же, удалось благодаря использованию активному авиации достичь вот этих определенных целей. Ну, конечно же, за счет вот этой тактики полного разрушения населенных пунктов, которые российские оккупанты пытаются захватить, буквально стирая с лица земли. И далее мы увидели ситуацию, когда в дело, скорее всего, уступили наши европейские партнеры и на каком-то этапе появилось больше средств. Прежде всего, конечно, речь идет о зенитно-ракетных комплексах среднего радиуса действия и большого радиуса действия, которые и помогли вот обеспечить определенный перелом. И что могло вот отразиться как раз в статистике, вот той убийственной для российской авиации статистики, когда, ну, буквально пачками уничтожаются эти самолеты. Сейчас, видимо, все-таки момент инерции какой-то будет продолжен, и оккупанты будут продолжать использовать авиацию. И здесь будут все-таки нарастать определенные проблемы, и эти проблемы могут лежать в нескольких сферах. Прежде всего, это, конечно же, что подобные летательные аппараты, а тем более в летной пригодности, они могут заканчиваться. Ну и быстрее всего... Небольшая у нас сейчас проблема со связью, но буквально сейчас, в эти минуты, в нашем прямом эфире, мы перенабираем нашего эксперта. Напоминаю, у нас на связи Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалктивной компании «Дефенс Экспресс», экспорт оружия и оборонный комплекс Украины. Ну что же, вот как мы услышали, да, Владимир от Валерия, относительно того, что вооруженные силы Украины точно знают свое дело, сбитие российских самолетов-бомбардировщиков на самом деле стали очень важным моментом, очередной вехой этой войны, войны, которую написала путинская Россия, но при этом вооруженные силы Украины точно и очень методично работают по вражеским сушкам в том числе. С другой стороны, вот та самая задержка предоставления Украине столь необходимой, в том числе и военной помощи, стала неким окном возможностей для страны-агрессора Российской Федерации, которая на сегодняшний день довольно активно использует авиацию на поле боя. Валерий Рябых вновь с нами на связи, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс». Валерий, есть еще одна тема, которую хотели бы с вами обсудить. Ваше мнение важно в данном случае. Дело в том, что европейские страны, в том числе Чехия, пообещали предоставить Украине значительное количество артиллерийских снарядов, 800 тысяч. Сегодня стало известно, что президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю необходимую сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Валерий, вы с нами? Связь не очень, вновь пытаемся перенабрать Валерия. Пока зачитаю вам эту новость, для того, чтобы вы были в курсе происходящего. Итак, президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов. По словам чешского президента, по состоянию на сегодняшнее утро, мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов. Он добавил, что дальше. Правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к этой инициативе, а таких 18, я напомню, и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько приложил руку, значит, сколько передал денег, Павел отказался, что совершенно оправданно и понятно. Да, и при этом президент Чехии прогнозирует, что вот что особенно важно, что боеприпасы должны прибыть в Украину в ближайшие недели. Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и Министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс. Итак, снова к нашему эфиру Валерий Рябых присоединяется. Валерий, 800 тысяч снарядов для Украины от Чехии. Сможет ли данная цифра утолить тот самый снарядный голод для наших вооруженных сил? Ну или на какой период времени сможет утолить снарядный голод? Ну и нужно тут прежде всего вспомнить причину, почему этот голод возник. И нужно сказать, что вот как раз по тому, что Европа не выполнила свои обязательства. И нужно помнить, что как раз к концу марта обещали предоставить миллион снарядов калибра 155 миллиметров, ну и к началу марта было поставлено где-то чуть больше 350, где-то 365 тысяч снарядов, как сообщалось в средствах массовой информации. Конечно же, вот эта часть не поставленная, это практически 700 тысяч снарядов и стала причиной вот того же также окна возможностей, которые использовали оккупанты для определенных технических продвижений на отдельных участках фронта. И здесь, конечно же, очень ценно, что Чехия нашла прежде всего возможности и третьи страны, которые могли бы оперативно поставить боеприпасы. Ну и, конечно же, что была создана определенная коалиция, которая объединилась для того, чтобы найти деньги для того, чтобы выкупить эти снаряды. И, опять же, по той же причине, что Европа не нашла механизма для того, чтобы снять определенные ограничения и закупить за имеющиеся деньги фронды мира, созданном ЕС специально для закупки боеприпасов, и покупать эти снаряды в третьих странах. Что касается количества, в состав этих 800 тысяч снарядов, как сообщалось, входит 500 тысяч снарядов 155-го калибра и 200 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра. И это очень ценно, потому что таким образом мы можем диверсифицировать и использование артиллерийских систем. А Украина сейчас имеет широкий спектр артиллерийских средств. И, прежде всего, это, конечно же, достаточно уже большое количество западных систем, которые отличаются высокой точностью и которым необходимо, ну, где-то в несколько раз меньшее количество боеприпасов для выполнения тех же задач, которые могут быть выполнены с применением артиллерийских систем советского образца. Ну и, конечно же, есть еще часть артиллерийских систем, которые используются и дорабатывают свой ресурс. И, конечно же, предоставление дополнительного количества боеприпасов оно поможет существенно нарастить огневой потенциал на поле боя. Что касается времени, на которое могут хватить эти боеприпасы, ну, это время может укладываться от одного квартала до полугода, в зависимости от темпа использования боеприпасов. Как мы знаем, ну, он варьируется где-то от 5 тысяч снарядов в определенные такие, скажем так, в тех условиях, когда не ведутся активные боевые действия, ну, и до 10-15 тысяч снарядов в сутки, ну, во время, скажем так, как усиление боевых действий на тех или иных направлениях. Так что, в принципе, этого количества может быть достаточно до того момента, когда, наконец, заработает программа поставки боеприпасов. И вот здесь нужно отметить, что Европейский Союз уже, ну, с учетом тех, скажем, замечаний и того опыта, который был у них с выполнением обещаний, уже с поправкой на это, говорит, что может выйти постепенно на такие достаточно хорошие темпы поставок боеприпасов, которые могут быть в районе 100 тысяч снарядов в месяц. И это только от европейских партнеров. И далее, конечно, тут может подоспеть и как раз долгожданное решение от парламентариев США. Ну и плюс, естественно, Украина, которая должна наращивать темпы производства собственных боеприпасов для того, чтобы более снарядного голода уже не возникало. Валерий, спасибо большое. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express присоединился к нашему эфиру. Благодарим вас.